всех приветствую ребят на канале оператора прайма и сегодня будет второй обзор по пушечка ай-яй-яй-яй-яй пушечки синтез плазменный излучатель ребят вот такой крафтик у меня он же на нем был обзор по именно квазаром я как раз его как пример беру очень удобно расположением поэтому сейчас у нас на рынке происходит полный дурдом а если взять синюю запчасть да она самая дорогая 62 45 смотрите следующая рапира идет рк оса вектор малыш и та 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 в общем цены конечно космическая поэтому посмотрим что у нас по фракции дети рассвета синяя детали ребятки вот она синтез смотрите урон троечка там три клеточки да но скорострельность такая просто капец расход энергии 4 требует структура 151 ребят 151 буду я сравнивать скорее всего на нас рапира потому что рапира самая такая вот именно знаете она обалденная реально чем могу сказать парапире рапира очень классная штука вот так сейчас секундочку что у нас но тут 125 структура у пиры расход 4 единицы при этом урон смотрите выше а скорострельность ниже интересно вот давайте сейчас рассмотрим и так поехали посмотрим на что же способна эта машина эти пушки тест драйв врубаем погнали и так плазменный супер плазменный звучатель ну давай ok синтез и так начнем с того как отстреливают вообще пушки примеру такие же как у меня с одного выстрела и отстрелили ребят это конечно плюс да но смотрите какой минус здесь нету у этих пушек один офигенный минус это то что короче каждый раз надо нажимать кнопку чтобы выстрелить на мышке не он не стреляет ты зажал вот смотри зажала кнопку ну все держу вообще похрен ну не стреляет то есть надо каждый раз стрелять то есть вот так нажал еще раз нажал еще раз нажал и то есть ну вот так вот то есть вот это пальцодрочение короче вот это вообще конечно убивает я думаю это исправит потому что примеру в рапире или всех остальных пушек зажал кнопку и все она стреляет бесконечно а тут каждый раз хоть и скорострельность офигенной но каждый раз надо нажимать и так палец накачаю себе поэтому посмотрим как принципе отлетает детали ну вот с первого раза не отбил даже вот эту защиту прикиньте тоже с 2 с двоих выстрелов да ладно были на защита такая ничего против синих ребятки ну вот смотрите тоже по башне если работающие по кабине работать где-то в районе 260 тут вылетает вот 260 стабильно короче ну да примеру сдали если поработать ну да не очень удобно и поворачивать примеру заходить врагу в бочину или еще как-то еще и стрелять ну колеса ну колеса плавятся нахрен все все четенько вот он 207 200 ну в общей сумме 260 где-то лупит с ботами не знаю сейчас проверим как по ботам вообще по движущимся целям опа опа едет едет сзади серьезно серьезно ну можно ли два выстрела по одной цели три выстрела исчезни если б я вот примеру зажал бы кнопочкой и они сами стреляли было бы она очень намного удобнее так приходится каждый раз нажимать подкумаривает конечно но сейчас мы сюда добавим кое-что еще уберем маскировку и добавим охладители ребят и вот этот я его куда-нибудь сзади прицеплю вот так вот радиатор и охладитель синие 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 да что у нас получилось 8700 крафт поехали оценим с радиатором даже не знаю лупят в принципе прикольно только что каждый раз классать вот это подкумаривает но сейчас мы возьмем ребят на тест чисто так вот гипотетически три рапиры дети рассвета против против механиков и так не знаю отлетает тоже все ничего так вот пушки тоже отлетает четко только здесь урон видите по 100 короче 140 а там 200 260 где-то и нолик давай врагов нам тоже в принципе ничего так отбивает ну тут вот плюс в том что короче ты контролируешь эти снаряды просто мышку ведешь за целью и все а там еще и надо помимо того управления тебе еще и надо мышкой управлять в лево право и еще и пальцем каждый раз нажимать клацать вот это конечно ребят подкумаривает молодец молодец а в плане охлаждения если честно я прям не заметил никакой такой большой разницы что с охлаждением что без вот поэтому даже непонятно короче как оно и что ну вот такие вот ребятки пушки в принципе не скажу что прям супер пупер ну блин если конечно уберут вот реально ребят уберут вот эти моменты да что каждый раз надо клацать чтобы выстрелить это вообще капец то есть смотрите одна на как крутится барабаны да смотрите вот это я каждый раз как я нажимаю на клавиатуру ну то есть на мышку смотрите вот выстрел выстрел ну да не ну лупят они неплохо урончик конечно такой нехилый вылетает в этом плане побольше даже чем вот рапир ну блин не знаю я считаю и те и те пушки очень классные поэтому они даже сейчас на рынке видно что стоят на вот практически только разница в синтез вот сколько стоит а рапир вот лично на данный момент цены меняются конкретно конечно во первых это еще и новое потому что дети рассвета туда-сюда новая фракция новые пушки реально конечно хочется всем попробовать что и как а так чтобы ее собрать в принципе еще раз повторюсь чтобы открыть дети рассвета вам нужно открыть скитальцев десятый уровень иметь и будете открыт у вас дети рассвета я то на рынке все купил вот это для того чтобы сделать тест и показать в плане радиаторов я не заметил ничего такого можно в принципе их не ставить можно еще какие-то дополнительные навороты поставить вот на машину хотите маскировку хотите бензопилы циркулярку там все что хотите вот так вот вот такая вот у нас ребят такие на сегодня у нас такие пушки короче ребят плазменный излучатель ну на этом обзор заканчиваю с вами был император прайм всем удачи всем пока подписывайся на канал ставь лайки пока 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 Продолжение следует...